давайте я как всегда на этом канале начну издалека с телеги которую я вам рассказывал уже много-много-много раз на стримах так далее то есть когда-то давным-давно я сидел смотрел на гитары я вот помню четко на компьютере там что на форумах гитарных сидел и пришла газета где-то какая-то брайтоновская то есть американская газета русскоязычная в америке выпущенная что-то там так и было на первой стране что-то конституция ягды шло ну и про то как янукович меняет конституцию там под себя такие маленькие шажки то что делал путин еще тогда когда все думали что он не диктатор и я тогда уже думал все поставил на украине крест так сказать потому что думал становится опять диктаторская помойкой такой же как и россия и все то есть там делов не будет но буквально вот через несколько месяцев начался евромайдан и евромайдан сначала я аккуратно я не хотел верить что это действительно получится то есть я думал сейчас там вот как там это в россии все время происходило болотные всякие так далее болотная была дана сама думаешь всех наблюдали думали что-то будет ни хрена не получилось вышли там что-то папа походили походили все и путин опять перезбрался на третий срок тогда для меня было все ну то есть этот как раз 12 срок путин перезбирается я все ставлю крест на россии это диктаторская авторитарная помойка и потом это в то же время опять же янукович тоже начал это дело делать но я душой и сердцем болел за победу майдана и так далее когда там переходили уже опять же в ноябре когда детей побили то есть когда уже никого там практически не было только студенты стояли и отдали отдал янукович приказ то есть полностью зачистить пришли туда беркутовцы и били жестко пили студентов что опять же сподвигло в россии это бы наоборот всех напугало не по домам расходились украине на следующий день приехали уже ребята посерьезнее то есть приехал правый сектор уже приехали все те и это началась топору туда телега шум показывает как настоящий украинский патриот мочит беркутовцы цепью они пишут еще уж вы говорили не бить его не ждите они говорили вы не ждите когда студентов действительно беля уже после того как студентов побили сами нарвались и сами приехали уже ребята посерьезнее и майдан вышел на финишную прямую до победного конца так сказать и майдан победил за что стоял майдан такой вопрос всегда россияне там задают да вот они последние восемь лет уже девятый вот уже шут скоро майдан уже сейчас начинался где-то девять лет назад они начинали как майдана в россии не будет майдан они демонизировали само слово майдан которая на русский язык переводится как площадь они передемонизировали вообще это все то есть это было такое не назвали это военным переворотом хунта и там не было военного переворота военный переворот когда армия берет власть в свои руки то есть вот если бы сейчас допустим кужует тыч взял сделал переворот и взял власть в свои руки там военные не военные там кстати как бы ну беркутовцы против народа это народ взял свою власть в свои руки как и происходит в нормальных странах когда диктаторы становятся диктаторами или хотя когда президенты становятся диктаторами в россии сейчас диктатор стал тираном но это уже последняя стадия терминальная стадия так сказать так вот я на примере сейчас до такой подводка на примере вот этого радостного для украины героям слова события освобождения украинских героев из российского плена и обмен да но обмен там какой состоялся что-то 217 на 87 я не помню точно но неравноценный обмен то есть там по фабриках вот этих залубных российских начали там типу как так да вот так и сейчас вы может поймете за что стоял майдан назовите мне хоть одного героя или вообще хоть какого-нибудь что-нибудь вот вот кого-нибудь с именем кого освободила россия вот кроме украинца предателя украины коллаборанта медведчука не назовете украинцы могут назвать сейчас как минимум пять героев лидеров полка зовов морпехов которые с азовцами присоединились тогда и держали оборону а взор встали это люди которых в честь которых будут называть улицы в освобожденном мариуполе когда его освободят от российских оккупантов это то что хотел украинский народ от президента я уверен что зеленский хотел бы повесить за яйца медведчука то есть чисто как потому что все что медведчук говорил как он говорил там что зеленский это марионетка что там внешне внешнее управление то есть я я уверен зеленский хотел его взять и повесить сделать такую прям но вот совсем для всех своих внутренних врагов для всех своих политических врагов сделать медведчука красивейший пример то есть вот что будет с вами со всеми всем кто там пытается как-то против Зеленского. Я уверен. Да, он сделал то, что хотел народ. Народ хотел освободить своих героев. Медведчук, он и нахрен не фрался. Потому что, ну, кто? Все, он уже использованный гондон, так сказать, в Украине, в России. Ну, кум, не кум там и так далее. России зачем нужен был Медведчук? Тут понятно всем. Путин своих не бросает. Своих именно не россиян. Россиян пофиг. Опять же, он обменял один к двум, считай. То есть, российские солдаты остались сидеть в плену, когда Медведчук приехал обратно. И отдали всех тех, из кого хотели сделать такое зрелище, судилище и все. Сделали судилище? Наварили клеток? Сделали? Нет. Потому что Путин, он диктатор. Ему насрать на вас всех. На вас всех. Абсолютно. Какими бы не были. Как возмущались бы или нет, это он будет делать так, как ему хочется, а не так как вам. Украине, потому что Майдан стоял за то, чтобы не было этого в Украине. В Украине президент отныне и во веки веков будет делать только так, как с него потребует народ. Да, он может попытаться как-то извильнуться и так далее, но это опять же. Как только народ станет единым фронтом, все. Народ единым фронтом. Назовите мне хоть одного россиянина, которому вот еще неделю назад сказали, мы обвиняем Медведчука на всех, на всех азовцев, которых там хотели, причем на самых-самых главных, тех, которых имена знаете. Даже вы, россиянин все. Все вы сказали, этого невозможно, этого не будет. Сейчас, понятно, вы скажете, не, ну президент сказал, значит, так нужно. Потому что вы рабы. И у вас никогда не будет Майдана. Это правильно. Вы не сможете сделать то, что сделали украинцы. И после этого всего видео, я уверен, вы не поняли, за что стоял Майдан. Это видео больше было для для украинцев. Показать, что вы все сделали правильно. Слава Украине! Героям слава! Вертый ЗСУ! Героям слава! Без вас, без вашего русского...